Если хочешь мира готовиться к войне, мы к войне готовиться не будем, но учиться ликвидировать разного рода техногенного, природного и прочего характера ситуации, которая может сложиться в нашем городе, мы это должны с вами уметь. Сегодня это первое серьезное, объемное учение, но я хочу всех предупредить, что это только начало нашей работы в городе в этом направлении. Мы должны с вами, сегодня собралось на этой площадке, это первая очередь представители всех коммунальных предприятий, служб города, газовые, электроэнергетики, спасатели, для того, чтобы скоординировать свои действия при определенной водной, сегодня эта вода будет по нашей котельной. В дальнейшем мы с вами будем собираться очень часто, до тех пор, пока мы до автоматизма не отработаем процедуру или технологию сборов. Сегодня это в рабочий день, мы с вами будем собираться в нерабочее время, по тем нормативам, согласно инструкции, которые идут и со стороны службы МЧС, и на уровне кабинета министров, в рабочее время, службы первой очереди, если поступает определенная команда сбора, службы первой очереди должны собираться в рабочее время в течение 30 минут, в нерабочее время в течение часа, так я понимаю. Вот вы с нами, мы будем с вами это все отрабатывать. Начиная с марта месяца, есть у нас товарищ Косачев, каждый вторник, 5 часов, будет заседание штаба, на котором мы будем отрабатывать, планировать и отрабатывать эти все ситуации. У нас сегодня проводится определенная, можно сказать, большая работа по ботовке ПРУ и прочих бомбоубежек, будем называть. Мы должны понимать, расставить и понимать ситуацию, каждый житель, если в случае, не дай бог, случится ситуация, что надо будет использовать эти сооружения, каждый житель города должен понимать адрес того сооружения, куда ему надо прибыть в случае сложившейся ситуации. В первую очередь, это надо будет отработать в школах и в садиках, это та категория детей и работников, которые должны это понимать быстрее, чем мы с вами. Мы должны это все отработать, чтобы у нас, не дай бог, если будут какие-то команды, если будут какие-то ситуации, у нас не должно быть паники. Каждый должен знать, при получении определенной команды, при получении определенного сообщения, свои действия. Сбор у нас постоянно будет на этом месте. Поэтому на каждом коммунальном предприятии, газовая служба, представители Коминтерновского РЭСа, мы будем с вами отрабатывать, самое главное в этой ситуации, это система оповещения. Здесь, на этой площадке находятся люди, которые будут принимать участие, так называемая, первая очередь. Вы первые будете выполнять команду сбора. Я думаю, что мы еще скорректируем эту ситуацию, но в основном это те люди, которые в первую очередь будут выполнять команду сбора. В любое время суток, при любой погоде. И мы с каждым директором будем отрабатывать, еще раз уточнять состав этой группы, еще раз уточнять наличие техники, перечень техники, перечень оборудования. Еще раз будем уточнять, как на каждом предприятии должен быть запас горючих массажных материалов. Чтобы при получении команды транспорт и оборудование не ехали в сторону заправки, заправлялись, а потом возвращались сюда. 30 минут на сборы в рабочее время. И мы это отрепетируем с вами. Мы научимся эту команду выполнять. В то же время, поэтому на каждом предприятии надо будет подумать, как собирать личный состав, вон так, этой фразой пользоваться при получении команды. У нас есть люди, которые живут не в Южном, особенно механизаторы-водители, которые живут за пределами Южного. И в неработе время доставка в Южных будет занимать определенное время. Значит, должны быть дублеры, которые выведут эту технику на эту площадку. Поготовят и выведут эту технику на эту площадку. В том, исходя из ситуации, мы будем принимать решение, кто куда будет направляться, кто какую задачу будет выполнять. Я очень прошу руководства коммунальных предприятий, я покойный за наших спасателей, это военизированное подразделение, он на этом все знает. Нам этому надо будет учиться. И я хотел бы, первое, чтобы все руководители коммунальных предприятий и городских служб очень серьезно относились к поставленной задачей. Вам домашнее задание. Мы на следующей неделе будем с каждым из вас общаться. Вы должны предложить схему оповещения, то ли это через мобильного оператора, лайт, если у нас договоренности, то ли это другие способы, это вы будете предлагать. Вы должны собрать первую группу людей, которые должны в первую очередь выступить по месту жительства, по профессиональному уровню и по своим обязанностям, чтобы они могли выполнять поставленную задачу. Это все ложится на директоров предприятий и на их службы. Сегодня, я думаю, мы сейчас получим годную. И вот уже сегодня будем рассматривать и анализировать соответствие действия каждого здесь присутствующего коммунального предприятия и службы, как будут выполнять поставленную задачу. Я еще раз повторяю, мы не должны бояться, но мы должны быть готовыми. В этом кругу за эти можно назвать вещи своими нами. Я думаю, что с вами масса информации, сказать, профильтруют ту информацию, которую будут доводить жителям города. Я думаю, что у нас должна появиться электронная, наверное, карта, где еще раз повторяю. Каждый житель города Южного должен знать, кто бомбоубежище, кто ПРУ, если в случае необходимости, куда он должен направляться. Я обращаюсь к руководителям Чугунникову, Суханову на рабочих местах, которые находятся на удалении города. Надо тоже подумать, где будут соответствующие сооружения. Они должны быть на каждом производственном участке, на каждом предприятии. Под то количество, рассчитано под то количество людей, которые находятся в среднем на территории предприятия в любое время суток. И в дневное, и в ночное. Это ваша задача. Вы директора, вы обязаны обеспечить безопасность личного состава, безопасность своих людей, которые работают на верных вам предприятиях. Я еще раз заканчиваю свою мысль, хочу сказать, я хочу очень серьезное отношение к каждым директорам, к каждым руководителям, к выполнению тех задач, которые будут ставиться конкретно перед каждым предприятием. Вопросы есть? Нет. Спасибо за понимание. Спасибо.